Под чутким присмотром Михаила Ивановича Глинки очень трудно не стать настоящим музыкантом. В уходящем 2021 году Нижегородская консерватория имени Глинки празднует 75-летие. За долгую жизнь консерватории приходилось сталкиваться с разными трудностями. Так, в 90-е годы, как и вся страна, она переживала тяжелые времена, но благодаря ответственным руководителям вышла из них победителем. Нужно было сплотить коллектив в 90-е годы. Годы разброда, шатаний, отсутствия любых нормативных документов и полное отсутствие финансирования. Нужно было дать людям мотивацию для будущей работы в консерватории, особенно молодым, а пожилых сохранить. От былых проблем не осталось и следа. Сейчас Нижегородская консерватория, по версии журнала «Форбс», один из лучших вузов России, а ее площадку легко можно назвать международной музыкальной ареной. В числе учащихся большое количество иностранцев, студентов из Китая. На базе консерватории проводятся международные фестивали и конкурсы. Я вижу, что развитие должно быть очень интенсивным. Наш учредитель, Министерство культуры Российской Федерации, недавно у нас здесь был министр культуры Российской Федерации, любимого Ольга Борисовна. Нам было обещано 40 миллионов на реставрацию концертного зала. Это очень хороший признак того, что на нас обращают внимание, нас поддерживают. Путь музыканта такой же трудоемкий, как и у медиков. 8 лет музыкальной школы, 4 года училища и 5 консерватории. Попасть в ряды студентов очень непросто, но дорогого стоит. Педагоги, доценты и профессора, заслуженные артисты и деятели искусств России – настоящие мэтры своего дела. И живут они единой творческой жизнью со всеми студентами. Особенность русской школы музыкального образования заключается в том, что играют, ставят спектакли, дирижируют и поют те же самые люди, которые преподают. Выпускники Нижегородской консерватории востребованы по всему миру – от крупных городов России до стран Европы и США. Они продолжают традиции великого музыкального искусства, ведь музыкальной семье Нижегородской консерватории подвластны все маршруты. Мы живем и работаем в таком месте, что лучше придумать невозможно. Мы живем вместе с музыкой и растим юных музыкантов. Служба информации Олеся Дедова, Ренат Бегбаев, Алексей Калякин. Субтитры создавал DimaTorzok